Подводим итоги матча Рабона-Резерв. Победа резервистов с насчетом 6-3. Михаил Семенов, Спартак Абрамян. Спартак очень хороший, равный первый тайм. 2-2. Что случилось во втором? Почему? Ну, грубо говоря, поплыли. Практически там несколько голов подряд пропустили. Ну, объективно, они по-футбольному просто сильнее, быстрее, умнее. Типа, в таких матчах важная составляющая, то там, насколько мы организованно сыграем и насколько нам повезет, как бы вот, как нам с первыми двумя мячами. Там оба раза пацаны попали, просто дичь какая-то. Вот. И в целом, я считаю, что все, в принципе, закономерно. Как только мы то ли наелись, то ли, в принципе, слишком в себя поверили. Ну, нам пару раз в центре поля завалили, как бы. Ну, и все. Там, когда мы пытаемся отыгрываться, у нас, если Бродвей уставший позволяет нам отыграться, то резерв, у которого там много замены, ну, ребята все там в тонусе более-менее. Что-то могут. Ну, естественно, они нас просто наказали там за наши ошибки. Ошибки, как обычно, ничего нового, в принципе. Мы у чужих ворот немного создали, но в первом тайме я не считаю, что они там наиграли на какие-то голы, да, они нас дрочили без остановки у нашей штрафной, но ничего толкового они там не придумывали. Как только мы начали глубоко садиться и очень много ошибаться при выходе из обороны в атаку, ну, начались проблемы. Все логично. Ну, что у них там, блин, профессионалы, вон, эти всякие призеры чемпионтов России по пляжке. Миша, поздравляю с победой, но ты согласишься со словами оппонента, что сегодня просто вы были классней? Спасибо. Да, не скажу, что прям класснее, там тоже нормально. Ребята, что там, как вам говорят, попали, там попасть тоже надо же, правильно? Там вот это в девятку со штрафного человека покатили, там, не знаю, стресс, стресс, но голод хороший, забили. Что, спартак, там, не знаю, он столько функций, походу капитан, там, все дела, он во время второго тайма, когда начал игру перестраивать, видова пипец, большого стоит, на самом деле, играть, капитанить, руководить. Это очень-очень тяжело. И, ну, команда у них, я думаю, молодцы, что они слушают, самое главное, и будет у них все хорошо. А то, что подсели железно, что по физически подсели, у нас было преимущество, как уж и заменки, там, туда-сюда. Ну, я опоздал, должен был в старте начинать, такого бы не было, там, расхлаждение. Гоган на меня кричит постоянно, ну, я вот первый раз опоздался, просто там на сборы уезжаю, сейчас в лагерь, там, куда-то. А так бы все нормально, думаю, было, в первых минут мы наладили, а так здорово все, и спартак молодец. Сегодня такая палочка-выручалочка, и стал чубук, да, не могли забить, и он там двумя дальними ударами как плюнул, и, наверное, как это морально, рабоно надломил. Да-да, мы выменили вратаря, он убежал с ворот, и вывели уверенно Арчетом на ударчик, и все, ему осталось только попасть, как бы, это все, команда для него все сделала, как бы. Ну, да, грубо говоря, да, он дальними ударами хорошо там попал, там, мы закрывали зонку, там, и свои закрывали ему зонку, то, что это, конечно, нам помогло. Нам надо было повезти, как я и говорю, у нас там были моментики, когда там мы должны были забивать, но нам только надо повезти, и команде уже будет тяжело в такие периоды отыграться, когда они физически устают, там, начинают ошибаться, там, голова отключается, и все, он здорово, что попал, забил, и нам стало попроще. Спартак, ну, я так понимаю, все-таки важно было сегодня для твоей команды одержать победу, если подшим сезон не боролись за выживание, я так понимаю, что в этом ты поставил более глобальные задачи, я так понимаю, все-таки хотелось, да, уйти на паузу на третьем месте, вот прошлое интервью твое смотрел, и ты как раз говорил о высоких задачах, не о чемпионстве, но я так понимаю, там, борьбу, борьбу за, там, за тройку, за пятерку. Ну, аппетит во время еды приходит, если мы в этом сезоне реально очень неплохо играли со всеми, то почему нет, почему не побороться, там, за какие-то более высокие места, понятно, что сегодня такой, наверное, ключевой матч был, для нас мы в раздевалке обсуждали, что он нас, ну, как бы, отрезал, да, там, от группы команд, которые претендуют прямо вот на призовые места. Да, у нас остались игры, я вообще считаю, если честно, что, ну, там, и с ребятами мы так считаем, и по составу, как бы, и в целом, что резерв, ну, наверное, объективно главный фаворит на чемпионство был, как бы, вот, в принципе, потеря очков в матче с резервом, она не то, что планировалась, она была для меня, ну, в принципе, предсказуема, да, повторюсь, сегодня должны были лечь карты, нам должно было повезти, мы должны были все 60 минут организованно сыграть. Ни того, ни другого, как бы, толком не произошло, поэтому, да, проиграли, но остаются еще игры с командами, которые мы обыгрывать можем, и, на самом деле, там, все крест-накрест друг с другом как-то играют, там, есть шансы до сих пор побороться за призовые места какие-то, просто сегодня мы поняли, что, ну, на данный момент мы, там, не можем претендовать на чемпионство в Премьер-лиге, это не страшно, это нормально, это лучше, чем то, что происходило в прошлом сезоне, когда мы, там, выживали, еле-еле спаслись. Вот, а так, повторюсь, ничего удивительного в этом нет, резерв сильнее, если они выиграют чемпионат, будет, наверное, справедливо, потому что то, что там наверху находится метро, например, для меня пока большое удивление. Мы скоро с ними сыграем, но я с ними играл много раз, и мне, честно, нет понимания, что там за фокус такой. Миша, ты такой новичок-старичок команды, как вообще оценишь уровень коллектива резерв нынешнего сбора, и как ты считаешь, эта команда способна за чемпионство бороться? Да, конечно, способна, я просто не все команды здесь знаю, на самом деле, а мы на третьем месте сейчас стали, да? На третьем, сейчас на третьем вышли. А сколько нам до первого? На первого, там, два-три очка максимум. А, так еще игр, да, четыре или три, да? Да, конечно, все можем, коллектив у нас суперский, вообще все парни молодцы, веселые, там у нас тренеры все время всех держат в таких рукожевых рукавицах, я ему, конечно, говорю, ну ты там тормозни чуть-чуть, там, дай пацанам, вот мы сегодня там расслабились, похихикали, вон, по голы пошли сразу. Он все время настраивает, там, у нас, там, такие мемуары у нас, если показать наш чат, то с ума сойдетесь, там, он, там, просто сбор, опоздание, все штрафы, все туда-сюда, не сразу не в старте, сразу кеды выкинем, всех поменяю, давайте, давайте, у нас каждая игра, это финал, это просто убийство. Ну, на самом деле, молодец он, а так по коллективу вообще супер, все, я не знаю, там, кого-нибудь, я многих-то знаю, как бы там, по-другим, вот мы играли с парни, проектом, да, и я вообще не понял, как мы им проиграли, если честно говоря, ну, просто мы играли, 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 что-то, они нам что-то, какие-то голы забивали, мы всю игру опять смещем, опять, ну, бывает такие игры, что, ничего страшного, а так, я надеюсь, что мы там, у нас есть метро, игра там, или с кем-нибудь, не знаешь? Я не помню. Ну, вот, говоришь, надо вот просто, кто повыше, есть, да, нота повыше нас, надо просто их обыграть, получается, и мы-то сможем в первое место занять даже. А тебе самому-то, скажи, что больше в кайф, играть под давлением Гогита на Яна, да, на более высокем уровне, либо в удовольствие за Вмеду в первом дивизионе, где-то можно там попижонить, там и прочее. Там тоже не попижонишь, Асанин Попович просто, он берет этот кнут, там, планшет, у нас стратегии, там, на каждую игру, там тоже все тяжело. Так что в каждой команде, где я играю, походу, все тренера с ума сошли, и на схемы, схемы, туда передвижение, каждый за свою зону отвечает. Так что в первой лиге там тоже не так все просто, на самом деле. Но здесь кайф, ну, здесь полянка, коллектив такой, ну, здесь вот собранные игроки чуть посильнее, как бы по уровню. С ними можно обстучаться где-то, убежать, там, Али, Кирюха, Ворчугов, да и все ребята, там, Белика, который просто, мне кажется, безудишь, его как Юлу завели, он может один бегать, 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 вообще без замен, как бы. Так что все здорово. Спасибо, ребят. Давай. Давай.